Ну ладно, погнали! Всем привет! Сегодня мы приготовим 10 самых популярных пицц за последние 100 лет. Посмотрим, как они менялись со временем и отследим их эволюцию. Начнем с 1920-х годов. Тогда... Кстати, вот интересный факт про пиццу. Итальянская пицца может идти нахер, потому что американцы сделали популярную пиццу. Американцы сделали кучу рецептов пиццы. И знаете, вот эти рофлы, что типа итальянцы злятся, когда делают пиццу неправильно, когда делают пасту, когда ломают вот спагетти или что-то еще. У меня ответ всегда на это один. Идите в жопу. Типа, это нетрадиционная пицца. Да, нетрадиционная, потому что она должна... Ну, кулинария, кухня тоже имеет свойство развиваться. А не только вот один... Вот моя прабабушка так готовила, и я так буду. Бля, нет! Нет, это погашенный подход. Надо все время искать что-то новое. Новые вкусы, новые впечатления. Они душнят. Самой популярной в Италии была пицца-маринара. Для нее использовали дрожжевое тесто. Но итальянцы пользуются не скалкой, а руками. Просто растягивают шарик теста до нужного размера. Ленивые просто скалки. Таким образом, пузырьков в тесте оставалось гораздо больше. Использовался не простой томатный соус, а соус-маринара. Он имеет более сложный вкус и аромат, так как в составе есть каперсы и анчоусы. А, окей, не, с анчоусами томатная паста это вкуснятина. У меня, кстати, есть банка анчоусов сейчас. Я ее как раз купил, чтобы сделать себе пасту томатную. Блин, это такой край. Готово. Далее добавляли сушеный орегано. Нихера себе он насыпал! Чеснок. Его либо мелко измельчали, как я сейчас, либо просто нарезали слайсами. И выкладывали на пиццу. А, просто в одну точку кинул. Вот и все, можно отправляться на улицу. Ну ладно. Так как настоящая пицца в Неаполе готовилась к дровяной печи. Поэтому и мы поступим так же. Это Неаполь. Да, да. Что удивительно, сегодня я даже выспался. У меня даже настроение нормальное было. Ну, плюс-минус весь день. Охренительно. Блин, она сгорела. Пипец, я отчаянная. Вау. Ну, хлеб с томатом. Если честно, вот американская пицца получше бы и в этом случае. А, вам звук не слышно. Извиняюсь, извиняюсь. На вид это очень простая пицца. Нужно оценить как на вкус. Вкусно, но очень просто. Только что испеченное тесто, вот такое дрожжевое, в пече хрустящее, оно всегда вкусное. То есть, просто хлеб. Только приготовленный, вот даже из того же сельпо, если ты хаваешь, он очень вкусный. Это все равно вкусно, но это... Просто ставлю 4 из 10. Такое. 1932 года. В это время самый популярный вид... Блин, он делает обзор только на итальянские пиццы. Я хочу американские пиццы. Я думал, что здесь будет пицца Чикаго. Пицца по-канадски. Пицца еще какая-то. Там Чикаго это такая глубокая пицца, где сверху, снизу сыр, сверху томаты. И она вот такой ширины, как пирог тупо. Вот такие рафланы, я думаю, будут. В Италии была пицца Маргарита. Все начинается с теста. В Италии ее часто растягивают на весу. Понял. Основа для пиццы готова. Я так мошонку растягиваю на яйца. Здесь используется классический томатный соус для пиццы. Бля. И культовый сыр моцарелла. Он очень мягкий и волокнистый, поэтому его просто нарывают на кусочки руками. Понял, буду знать. И отправляем пиццу Маргарита в печь. Не, ну это классика, да. Камни в печи настолько сильно прогреты, что спустя минуту тесто готово, а начинка просто кипит. Поэтому можно доставать. Ну это хотя бы не ж горело так сильно, кстати. Это нормально. Вот это хорошо. Конечно же добавим базилик. И пицца Маргарита 1930 года готова. Разрежем ее на кусочки. Я базилик не люблю, вот воняет. Ну, кстати, если говорить про традиции, то такую пиццу, вот обычно, ее едят вилкой и ножом в Италии, если я не ошибаюсь. Ее руками не хавает. И попробуем. Это вкус Италии в чистом виде. Одна из моих самых любимых пицц. 9 из 10. В 1940-х годах была придумана пицца Капричоза. Она подавалась морякам на острове Капри во время военных маневров. И стала очень популярной. Тесто смазывали обычным томатным соусом. Эээ, скучно. Вот бы сперр мой. Ладно, это я уже свои фантазии вам рассказываю. Есть такое, есть такое. Мама приготовила картошку с курицей в духовке. Завидую. Круто. А я сегодня проснулся, никого дома нет. Звоню родителям, спрашиваю, а где вы вообще? Они такие, а мы у твоей там тети. Я такой, чё, блин? Это за 100 километров от дома. Ничего не было. Ну я, короче, себе пальмешек лупанул. Тупо похавать. Грибы. Их нарезали на тонкие ломтики. Балдёж. И выкладывали на пиццу. Пицца. Кстати, если их отварить сначала, вкуснее будет. Далее ветчина. Её тоже нарезали тонкими слайсами. Ну, это уже как бы долго. И равномерно раскладывали. Не, ну это наибольная пицца. Маслины. Достаем из банки и нарезаем на кружочки. Ненавижу маслины. А их уже распределяем по пицце. А самый деликатесный ингредиент артишок. Это такой овощ. Никогда не ел артишок. Я видел, что это такой здоровенный цветок, который надо ещё обчистить как-то. То есть вот такенный цветок покупаешь, обрезая всё лишнее, и там остаётся просто вот такая какая-то бздюлька маленькая. И всё. Вообще параша. Ты говоришь, что поиграешь в PUBG с Владиком. Ну да, ты опоздал. Типа, я уже наигрался в PUBG с Владиком. Вот. Ты немножечко приопоздал. Тоже нарезаем его. Фу, блин, выглядит как параша какая-то. И на пиццу. Он ещё и манедованный. Далее по классике. Нарываем и раскладываем сыр моцарелла. Ну ладно, хоть сыр есть. Всё, пицца собрана. И можно её отправлять в печку. А вот бы себе древяную печку где-то взять. Спустя две минуты всё готово. Было бы неплохо построить. Остаётся только добавить свежий базилик. Я бы смог тогда кукинг-стрим сделать летом по пицце. Всё, можно нарезать. Пицца. Блин, нахера настолько кусков врезать? Блин, такую маленькую пиццу. Он её всё раз дерабанил. И пробовать. Честно говоря, раньше я её не пробовал. Очень вкусная пицца. Заслуживает 9 из 10. 1950-е года. О, вот это кайф. Блин, обожаю. Четыре сыра. Бритина пицца четыре сыра. И стала просто мега популярной. Основа этой... Это самая сытная пицца. Я её обычно покупаю в этом... Как её называется? В фоле. В фоле, во-первых, туда реально дофига вот этого сыра с плесенью кидают. Я его люблю. А во-вторых, она супер сытная. Типа она стоит 120 гривен. И супер сытная, вкусная хрень с творожным... Ой, каким творожным? Таким сметанным соусом. Мне нравится. Тесто. Далее идёт сыр моцарелла. Это одна из немногих пицц, где вообще не используется соус. В смысле? Следующий сыр называется пекорино. Я, кстати, такую же упаковку покупал. Посыпаем им пиццу. Я для пасты покупал. Третий сыр пармезан. Натираем его на тёрке. Какой-то лоховской пармезан, он гибкий, видели? Не 30-ти месячной выдержки. И последний, четвёртый сыр, называется горгонзола. Разламываем его на кусочки. О, это я помню, это этот, как это? Это сыр из пермы моего дедушки. И равномерно раскладываем. Горгонзола. Как-то мало, я люблю. Я обожаю такой сыр с плесенью, вообще. Я, бывает, покупаю пиццу, 4 сыра с фори. И ещё отдельно покупаю вот этот с голубой плесенью кусочек. И потом ещё добавляю сверху. И на сковородку или в микроволновку на минуту. И вообще кайф. У неё такой привкус необычный. Всё, можно отправлять в печку. Спустя 3 минуты, достаем. И подаём. Она готова. Осталось только нарезать. Давай опять на соя кусков надежь. На 50 кусков хочу, чтобы вообще не красиво было. И пробуем. Это офигенно вкусная и насыщенная пицца. Смело ставлю ей 10 из 10. 1960-е годы. В этом десятилетии самой популярной считалась пицца пепперони. Классическое тесто. На которое добавлялось... Блин, всё равно это скучные рецепты. Где американские пиццы? Они лучше. Это классический томатный соус. Я видел в Нью-Йорке пицца квадратная такая. Кстати, в Италии тоже есть квадратная пицца. Пепперони. Там... Там... Пепперони. Там просто её столько насыпают. Паскуда. Даже тесто меньше, чем пепперони. Вот это кайф. Ненавижу пепперони. Нормальная колбаска. Чё, вбалдёж. Мне нравится, в принципе. Самый популярный для пиццы сыр моцарелла. Не задолбал. Хотя бурату взял. И колбаски пепперони. Ну, она, да. Она такая токсичная на вид всегда. Да, и у неё такой вкус немного, не знаю, уксусный, химозный. Но понимаю, что она не всем нравится, но мне нравится. На этом всё. Можно отправлять её в печку. Балдёж. Спустя 4 минуты мы получаем вот такую красоту. Когда квадратную пиццу едет. Кстати, пицца пепперони считается самой популярной пиццей во всём мире. Давайте её нарежем. И попробуем. О, на 4 куска. Он додумался. Да, тот самый вкус пиццы, который знают все. Блин, он додумался сделать нормальные разрезы. Но для меня она всегда немного пересолена из-за колбасок. Ставлю ей 9 из 10. 1970-е годы. В это время Виталий получает просто мега популярность пицца 4 сезона. В Ниаполе её готовили из классического дрожжевого теста. 4 сезона. На него наносится классический томатный соус. Окей. Сыр моцарелла. Такое ощущение, что пицца Маргарита это основа ко всем остальным пиццам Виталии. Потому что каждая новая пицца у нас начинается именно с этих. У них вообще, они не используют другие соусы, кстати, кроме томатной основы. Почему не лупануть? Ингредиентов. Что-то ещё там. Бешамелья какого-то. Далее грибы. Выкладываем слайсы на 1 четвёртую площади пиццы. Сыр пармезан. Им посыпаем только грибы. Самая классная пицца цемамына. Согласен, вчера мама делала пиццу. У меня какой-то рецепт в ТикТоке нашла. Не, а вкусное. Правда там тесто, оно не совсем на пиццу классическое тесто похоже. Но было очень даже вкусно. Мне понравилось. Всё схавали. Ну не только, я в одной. Ветчина. Её раскладываем на вторую из четырёх секций. Третья секция заполняется пепперони. Блин, вот если взять её, потом вот так надрезать и скрутить, поняли? Типа, типа вот так. Чтобы всё сразу схавать. А четвёртая артишоком. Фу, блин, артишоки какие-то багажные на вид. Они вкусные вообще. Оливками. Ой, фу, не, я так... И каперсами. Всё, отправляем в печь. Короче, она на 25% говно. Я уверен. Три минуты спустя достаем. Она получилась очень красивой. Ну, такое, если честно. Осталось добавить дозирик. И нарезаем пиццу 4 сезона. Вот вы когда-нибудь пасли коров в своей жизни? Вот вы пасли хоть одну корову в своей жизни? А я пас коров в своей жизни, понимаете? Мы, ну, мне было лет пять. Я помню по полю маленькие иду. Вот это там от коров, от копыт дырки. Я в них проваливаются мои ноги. Мне тяжело идти. Я плакал. Вот. В обед жараж, как скотина. А потом мы шли назад с дедушкой, да? Вот, вели коров. Ну, не только одну корову. Там, типа, их много было. И их по очереди пасли. Надо все коров развести. Это раз. Они, кстати, сами знают, куда идти домой им. А во-вторых, они срут потом на асфальт. И там такие лепёшки засохшие потом. Я постоянно на велике их объезжал. Такое чисто. Тю, тю, минное поле. Вот это я кайф. Я пас. О, как вы крытые, блядь. Я тоже пас. Это, это балдёж. А я опять на 6 кусков, нахер. Ой, на 8. Попробовать я решил сразу два вкуса. А чё у меня ещё капец? Это подгорело. И, по-моему, сделать такую разнообразную пиццу было просто гениальной идеей. Ставлю ей 10 из 10. Так ты два! В 1980-е годы. Мигрировавшие в США итальянцы придумали гавайскую пиццу, которая стала популярной во всём мире. По классике, тесто на лопату. Блин, из всего разнообразия пиццы он взял не Чикаго, а вот эту же парашу. Томатный соус наносим на основу. Не. В этой пицце использовался... Блин, сделайте голосование. Блин, уже идёт какое-то голосование. Кто сделал эту парашу? Опрос. Пеннис Душилим, Пес Патрон, Ван Гол, Виталий Клычко. Это выборы в мэре Киева. Что это за шиза? Кто это делает? Я отберу у него модельку, если я узнаю. А я узнаю, у меня есть журнал действий. Я, блин, модельку отберу нахер. Вы поняли? Ладно, шучу, мне лень будет. Но не делайте. Американский сыр чеддер и твёрдая моцарелла. Отправляем их на пиццу. Вот такой чеддер имба. Я люблю его. И один раз такой только ену. Он такой вкусный. Надо купить себе чеддер. Когда-то. И, конечно же, консервированные ананасы. Уууу. Ну, они сочности добавляют. А чё с ветчиной? С курицей лучше сочетается. Ну, типа, я понимаю сочетание курицы с цитрусовыми. Ананас же цитрусовый. Потому что кислинка к курице добавляет вкуса. Хорошо сочетается. И с рыбой неплохо. Но ветчина? Не. Всё, заталкиваем в печь. Хавайская пицца. Ну, я не люблю тебя гавайской пиццы особо. Как же мне нравятся эти пышные бортики на пицце из печи. Нарезаем на ровные части. Красиво, красиво. Остановись. О, остановимся. И пробуем. Ну, там червей это должно быть. Честно говоря, это моя любимая пицца. Она просто божественная. Ставлю ей 10 из 10. Ты психопат. Ты психопат. В Италии стала сверхпопулярной пицца Аль Сальмоне. Аль Сальмоне. Приготовление начинается, как и на остальных пиццах, с теста. Используется сливочный соус вместо томатного. Размазываем его по тесте. Ни хера себе итальянцы используют. Что такое томата? Ого. Вот это круто, ладно. Хоть с рыбой. Я вообще не фанат рыбной пиццы. Достал мои сообщения, игнор. Никто не игнор. Я уже делал опрос про пиццу с ананасами. 56% любят. Психопатов. Не, ну любите. Обязательно свежий, а не соленый лосось. Есть можно. Есть можно. Ну, типа, я же... Вот, смотрите. Я же ем гречку, например, с котлетой. Почему я не съем тогда с ананасом курицу? Морривально. Также для еще большей сливочности добавляют сливочный сыр. Да ты шо. Кайф, кайф. Не, надо с рыбой попробовать и себе сделать. Ну, только печь надо. Мне надо печь. И в печку. Потому что в духовке пицца такой не получится. Прошло 5 минут и пицца готова. Пишите в комментариях, пробовали ли вы такую пиццу. Все, что осталось сделать, так это посыпать ее зеленым луком. И нарезать. Ну, вот это нормальная пицца. Мне нравится. Необычные что-то. Что ж, попробуем пиццу Аль Сальмоне. А то все пиццы одинаковые были. Мне она очень понравилась. Нежный. Это что, подписка была платная? Нихера себе. Гадрочер. Вот это нифига себе. Еще месяц и будет год. Спасибо, Гадрочер, за подписочку. Счастья, здоровья. Всего хорошего. Да. Ура, я президент. Пес-патрон, блин. Сливочный вкус и лосось. Ставлю ей 9 из 10. 2000-е года. Тогда в Италии стала очень популярной острая пицца Диабло. Заспамьте ему комменты. Пускай сделают американские пиццы. Это говно неинтересно. Итальянские пиццы неинтересны. Она, как и любая пицца, начинается с теста. Здесь уже понадобится острый соус. Например, я хочу увидеть шведскую пиццу с бананами. Есть традиционная шведская пицца. Пускай сделают топ необычных пицц. Пицца шведская с бананами. Американская Чикаго. Там канадская какая-то, я помню, вроде есть. Там пицца с тунцовкой. Это суши пицца. Вот это прикол. Добавляем довольно много к томатному. И перемешиваем. Все, можно размазывать. Сыр моцарелла. Острые пепперони. Острые маленькие колбаски. Перчик халапеньо. И один острый перец. Отправляем в пиццу. Спустя пять минут получилась очень симпатичная пицца. Интересно, насколько она острая. Пару штрихов в виде бассивика. И нарезаем. Ну что ж, заценим. Горячая пицца с хорошей остротой, которая даже пощипывает губы. Это прикольно. Ставлю ей 8 из 10. 2010-е года. О, что-то интересное. Далее появилась инновационная пицца. О, с этим, блин. С грушей. Грушей и горгонзолой. И с теста, как обычно. О, это, вот это, вот это я очень хотел попробовать. Делаем основу. Для соуса в пиалку выдавливаем сладкую горчицу. Очень. Также понадобится мед. Знаешь, ты как у меня у деда был. Добавляем его к горчице. У нас постоянно куча меда была горчица. Немного оливкового масла. И замешиваем соус. Тут соус какой-то очень странный. Ненавижу сладкости. Смазываем им тесто. Она, это не сладкая. Следующий шаг, нарвать сыр моцарелла. Не, это что-то, это, вот это необычно реально. Вот это прикольно. Груша. Нарезаем ее на тонкие, но широкие ломтики. Кайф. Груша. Погадайся, что я ем сейчас. И равномерно раскладываем. Говно, наверное. Ты же пестрел. Также добавим сыр горгонзол. Собаки любят какашки есть. Вот у меня об этом постоянно какашки пытаются сожгать. Задолбал. И в завершении грецкие орехи. Интересно. Все, отправляем в печь. Ну это чисто для любителей вот этих сырная тарелка, знаете. Когда подрумянилось, достаем. Писо с грушей и горгонзолой полностью готово. Нарезка. Балдюш. Завидую. И проба. Давай. Это очень вкусное сочетание сладкой грусти. За сколько ты сделаешь 5 стримов подряд по геншину? 5 стримов по геншину? 50 тысяч гривен. И сырая горгонзола. Уверенные 10 из 10. Ладно, сделаю скидку 40. А если вы наберете на этом видео 150 тысяч лайков, то в следующем видео будет шаурма сейчас против 100 лет назад. Также подписывайтесь на канал и смотрите этот плейлист. Всем пока. Сколько? Ну я так посчитал 5 по 10 тысяч. Ну ладно, ладно. Давайте 25 тысяч. Не, все равно мало. 30 тысяч хочу. Субтитры сделал DimaTorzok